Добрый вечер! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко, а главным на сегодня. Путь санкций, дорога в никуда. Премьер-министр Греции видит в России экономического партнера. 15 лет у власти, чего удалось добиться Владимиру Путину за время его президентства. За 3-9 земель жители села в Башкортостане вынуждены возить детей в городские детские сады. Санкции против России – это дорога в никуда. Об этом сегодня заявил премьер-министр Греции, лидер объединенной партии левых Сириза Алексис Ципрос. По его словам, санкции бессмысленной ответной меры России в виде продовольственного эмбарго наносят серьезный ущерб экономике Греции. «Мы можем иметь существенное сотрудничество, которое даст Греции возможность экспортировать сельскохозяйственные товары в Российскую Федерацию». С официальным визитом Алексис Ципрос посетит Москву 8 апреля и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Задача по удвоению ВВП России, поставленная президентом Владимиром Путиным в 2003 году практически выполнена, несмотря на давление извне. Это подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пресс-конференция в здании информагентства ТАСС сегодня была посвящена 15-летию избрания Путина президентом. Подводя итоги его работы, эксперты отметили ряд положительных показателей, в их числе сокращение роста ценной товары и услуги до 12%, рост ВВП и доходов населения и увеличения золотовалютных резервов страны. «Что касается этих цифр, то они строятся за счет игры с процентами. Действительно, проценты инфляции несколько сократились, но от этого рост цен не прекратился. Если для нас 12-процентный рост цен за год является великим достижением, то для любой европейской страны это была бы катастрофа, а в Китае такого не видели вообще. Что касается экономической динамики, то у нас сейчас нулевые темпы, то ли роста, то ли спада». Среди негативных показателей участники пресс-конференции отметили, что за 15 лет доля нефтегазовых поступлений в бюджет не только не уменьшилась, но и выросла. Теперь это не треть, а более половины. Кроме того, если учитывать состояние российской финансовой системы в настоящее время, то экономическую политику можно назвать откровенным провалом. По словам экс-министра финансов Алексея Кудрина, в этом году впервые за 15 лет в России прогнозируется падение реальных доходов населения. Жители села Максимовка в Башкортостане вынуждены возить детей за десятки километров в городские детские сады. Местные чиновники вот уже несколько лет не могут выделить средства на постройку нового детского сада. Подробнее об этом в сюжете Венера Ахмадулина. Новое дошкольное учреждение должно было появиться в селе Максимовка еще в прошлом году. Не появилось. Теперь инициативная группа жителей требует восстановления здания бывшего детского сада. По их словам, это обойдется бюджету вдвое, а то и втрое дешевле. Однако пока кроме отписок местная администрация не делает ничего. На протяжении 15 лет жители села Максимовка вынуждены возить своих детей в городские детсады. А это ежедневные ранние подъемы, чтобы успеть на маршрутку. До детского сада родителям приходится добираться с двумя пересадками. От безысходности жители Максимовки обратились к депутату Государственной Думы России от КПРФ Александру Ющенко. На сегодняшний день в Максимовке порядка 750 детей в возрасте до 7 лет. Мы писали постоянные запросы и обращались к главным администрациям, обращались в республиканские власти, чтобы обратили на эту проблему внимание. И я подписывал эти депутатские запросы. Но в большинстве случаев приходят, на мой взгляд, не совсем полные ответы, а скорее всего отписки. И все же будем надеяться на благоразумие властей, что они пойдут навстречу жителям Максимовки, и вопрос с детским садом будет закрыт. Венера Ахмадуллин, Ильдар Хайрулин, Красная линия, Уфа. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго, до встречи.